Жена сказала, что я идиот. Вот прошло 3 месяца, и моя жизнь мне изменилась. Мне кажется, самое важное, что я к себе не стал по-другому относиться. Я могу себе позволить просто выделать туристов. Во-первых, у меня появился начальник. Мы здесь построили организационную структуру, как в бизнесе, четкую. Куда ни ткни пальцем, везде улучшения. Какой нормальный человек сейчас вот в это все залезет, начнет таскать каштаны из огня? Ты постоянно находишься в этом стрессе. Я никогда в таком количестве стресса не был. Находиться там предпринимателю страшно. Ну, я недавно себе скачал это приложение для медитации. Чиновники будут на встречах не труситься, понимаешь, с тобой. Все мечтают, чтобы это развалилось. Работа до ночи, это бесконечные командировки. Это на улице ходить с охраной, это жизнь изменится, мы не будем видеться. Я не буду видеть ребенка. И просто, ну, охреневаясь этого крика. Они же там орут, лопят. Я немножко бесит это все. Это, знаешь, крутит вот так все. Вот не мое это все, как бы, но не нравится мне. Они либо обосрутся, и это на всю жизнь. Или будут красавчиками, и они станут со родителями успеха. Год назад эти ребята были айтишниками, банкирами, предпринимателями, носили худи и пили смузи. Сейчас они работают в Верховной Раде, в Кабмине и в мэрии Киева. Год назад обычный СММщик из Запорожья Михаил Федоров смотрел интервью с этими ребятами на Франч ТВ и мечтал, чтобы когда-нибудь интервью с ним уже вышло на канале. Сегодня он самый молодой вице-премьер Украины. Но в этом сюжете будет мало политики. Мы поговорим о трансформации предпринимателей, которые, не успев снять худи, добились высочайших государственных постов. Приятного просмотра и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Поехали! Так случилось, что мы, вот сейчас мы так все подросли, да, закончили университеты, там уже 30-40 лет вот людям. Подросло новое поколение, которое мыслит принципиально по-другому, да. Люди, которые хотят что-то строить, хотят влиять. Это новая формация, новое поколение людей. Я рад, что это в политике, я рад, что это во всех категориях бизнеса, во всех направлениях. Миша Федоров возглавил в Министерство цифровой информации, созданное под него специально для того, чтобы он оцифровал государство как жанр. Как ты думаешь, ребят получится за 5 лет это сделать все? Я уверен, что это получится. Знаю Мишу Федорова, он, он локомотив. Здесь бахилу надо надевать? Да, да, да. Блин, вы видите? Все нормально? Это кто? Раньери. Это что он здесь делает? Это футбольный тренер Лестер-Сити. Они, по-моему, в 2015 году выиграли премьер-лигу в Англии. Один из самых сильных чемпионатов по футболу. Нет, 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 это у меня еще в первом офисе в Запорожье его висело, я повесил в 2015 году как раз его картину. То есть человек тоже поднялся, получается, из Запорожья или с кабинета Запорожья? Он символизирует то, что когда я в Запорожье жил и работал, нам приходилось с нуля создавать многие профессии новые и работать на всю страну, на разные другие страны. И по сути мы брали людей разных профессий, а часто вообще без профессий, студентов, выпускников. И нам приходилось их обучать и конкурировать на глобальном рынке. И вот как раз ему удалось взять профессионалов, но без звезд и выиграть один из самых сильных чемпионатов в мире по футболу. Знаешь, иногда бывают такие иллюзии, что для того, чтобы реализовать масштабные проекты, которые изменят мир, тебе нужны суперзвезды, тебе нужны лучшие профессионалы своего дела. А это мне символизирует о том, что важнее чаще всего другие вещи. Ты можешь сделать из людей, которые с тобой рядом, звезд и добиться того, что нужно. Я был уже на 100 человек, поехали в Лондон на Тони Роббинса. Да. Я поразился самим этим чудаком. Семен? Да, 15 тысяч или 16, не помню, или 20 тысяч людей. Ну, короче, очень много людей, которых он держит в таком напряжении. Один с утра, с 10, по-моему, до 12 ночи. Все люди там в туалет не выходят, знаешь, там сидят, думают, как это вообще можно делать, да? Ну, была такая на второй день такая, закройте глаза, там что-то думаете, там про изменения, какую вы большую цель хотите поставить и так далее. А я как-то вот, помню, закрыл глаза и ничего, в общем-то, не мог придумать. Ну, 40 лет, там много детей, деньги есть уже, в общем-то, как-то больших целей, там сам себя сидел прямо там, уговаривал, она там полчаса была где-то, уговаривал. Может, она какую-то, ну, цель большую, там, типа, а-ля, там, компанию на миллиард построить и так далее. Но внутри, внутренний голос говорил, что, в общем-то, это будет то же самое, ну, чем отличается миллиард, там, от 100 миллионов или, там, от 50 миллионов. Только, там, ну, количеством вложенных усилий, большим количеством офисов, там, я не знаю, там, ну, то же самое просто в масштабе, да? В общем, я сам себе придумал какой-то большой чейндж в неизвестном направлении. Вот так, наверное, это было сформулировано. Я прилетаю в аэропорт, вот в тот день мне позвонили, и говорят, как раз уже был новый президент. Говорят, давай встретимся, я говорю, ну, давай. И мы приезжаем в наш офис, тогда это вот офис квартала. Я приехал, и мы там часа, ну, 3-4 часа проговорили. Семьего время позвонил? Да. И мы проговорили там, ну, довольно длительное время. Мне понравилась вообще сама такая открытость, команда, все там ходят, такой стартап, знаешь, вот просто вот в чистом виде стартап. Когда мы договорились об интервью, ты сказал, я не чиновник, я не политик. Я не политик. Кто ты? Я архитектор больших проектов. Я беру нестабильные конструкции или условно стабильные и делаю их стабильными и эффективными. С минимальным временем и минимальным ресурсом. Я пришел спокойно, гармонично пообщаться с Сталином Владимировичем. И он четко осознал, что ему нужно для того, чтобы город начал быстро и динамично развиваться. Можно перчаточку посмотреть? Легко. Я просто обратил внимание, здесь написано Максиму правой руке. То есть ты сейчас второй человек в городе, правильно? Я правая рука. У нас есть такая история. Нужно просто понимать. Мы когда придумывали этот слоган, я придумал, давай будет правая рука. Он говорит, точно. Правая рука, это же у меня есть поговорка, что левая рука это реанимация, а правая это похороны. Потому что у Кличка ударная правая. А вчера мы еще с ним открыли, что оказывается он второй в мире, Кличко, по проценту нокаутов за всю историю бокса. 87% боев нокауты. Правой рукой. Правой рукой, да. Под правую лучше не попадать. Да, это же именно это. Вот тот, кто занимался спортом и так далее, четко понимает, о чем речи, и это абсолютно работает. Мы в феврале этого года записывали интервью, и у меня был такой вопрос, видишь ли ты себя в политике? Есть ли у тебя политические амбиции? Ты сказал, что в долгосрочной перспективе я этого не исключаю, но в краткосрочной точно нет. Я сейчас вот Smart S, Monobank, и вообще нужно заработать очень много денег предпринимателю, чтобы пойти в политику. Поделись, пожалуйста, секретом зарабатывания денег так быстро. Потому что спустя буквально несколько месяцев ты все-таки нашел в себе эти возможности. На самом деле два фактора. Во-первых, с тех пор, когда мы это обсуждали, действительно, Monobank начал приносить первые дивиденды. И вот эта возможность какое-то время не заниматься заработком, она действительно появилась. Причем более быстро, чем я рассчитывал, потому что Monobank гораздо более быстро вырос в итоге, чем мы все рассчитывали даже в самых оптимистических сценариях. Фу-фу. Два года, кстати, поздравляю. Да, спасибо. И второй фактор. Мне действительно показалось, что сейчас такое окно возможностей. Можно попытаться стать частью вот этой истории, рывка, которую Украина наконец-то сделает. Ну, блин, я каждый раз, когда отвечаю на этот вопрос, оно звучит более пафосно, чем оно у меня в голове. Есть люди, которые искренне хотят что-то поменять в стране, у которых есть такая возможность. Потому что я считаю, что это чистая благотворительность. Самопожертвование. Ну, я бы не сказал джерпсинность. У этого есть все-таки все равно. Там кто-то говорит, что это делает только ради страны. Нет. Есть люди, которые от этого чувствуют кайф. Я знаю, что Дима любит, он ловит кайф от крупных проектов, ему нравится масштаб. И вот это сделать в масштабах страны, это то, что его драйвит. И как бы он бы делал это бесплатно. Слушай, давай вернемся еще в момент принятия решения. Как семья отреагировала, жена? Да нет, жена сказала, что я идиот. Ну, как бы, ну зачем оно? У тебя хорошая жизнь, свобода есть полная. Я же не знал этого всего. Понимаешь, ты погружаешься в процесс, но ты не понимал... А ты не понимал, что ты, скорее всего, сейчас у тебя ощущения другие, чем будут там... Не, ну понимал, ну какие они, хрен его пойми, пойми там, знаешь, то есть... Ну оно там совпало, просто наложилось, вот знаешь, на мое... То есть реально было, как повезет, да? Авантюра, да. Авантюра. Нет, смотри, давай правде в глаза. Ну, я могу себе позволить просто быть авантюристом в моем отношении. То есть ты знаешь, что ты, в принципе, не сдохнешь с голоду. Если бы это была какая-то там просто стабильная работа, которую ты должен был потерять, потом ты передумал или там, ну, разочаровался или что-то такое, вернуться назад, а ты не понимаешь, что уже некуда вернуться там и так далее, то, наверное, я бы там дабл-чек все, да, делал. Вот. Поскольку я как бы знал, что, в общем-то, ну, в жизни не пропаду дальше, да, то я, ну, готов был рисковать. В целом, когда мы с ней обсуждали это, когда мы были женаты, она теоретически была против этого. Она вообще считает, что публичная жизнь – это не та жизнь. Это не самый идеальный формат жизни. Но, с другой стороны, Катя, будучи хорошей женой, ну, в принципе, поддерживала меня во всем, что, ну, во всех моих стремлениях, как и я ее. Вот. Но ввиду того, что решение пойти в политику фактически стало уже после нашего развода, это уже стал не такой фактор. Как семья относилась? Вот хочется об этом моменте трансформации поговорить. Семья же лично знает меня и понимает, кто я такой, зачем я и так далее. Вообще не обооники. Если мне комфортно, то семье комфортно. Мне комфортно абсолютно. Тебе, кстати, комфортно? Да, да. Ты чувствуешь здесь свои тарелки себе? Абсолютно. Это моя тарелка, мое состояние. Куда ни ткни пальцем, везде улучшения. То есть я могу слепо тыкать пальцами, везде будет хорошо. Как жена отреагировала на твой уход из бизнеса в политику? Ну, сложно. Смотри. А что смущало? Безопасность, время, деньги? Моя жена очень правильно, как и все, в принципе, здравомыслящие люди, оценивали изначально, что такое министр, что такое политика, исходя из того, что они знали об этом раньше. Они думали, что это работа до ночи, это бесконечные командировки, это на улице ходить с охраной, это ездить в сопровождении и так далее. Из-за этого у нее складывалось впечатление, что так будет со всеми, так было всегда, так и будет у нас, все, жизнь изменится, мы не будем видеться, я не буду видеть ребенка, это будет и так далее. Но я ей объяснял, что все будет по-другому, не будет такого, практически это будет незаметно. Я буду заниматься, в принципе, тем, чем я и занимался, только на масштабе всего государства, и не будет никаких лишних понтов, и я не буду заниматься тем, ради чего мне придется нанимать охрану. И все будет спокойно. В принципе, вот прошло 3 месяца, и моя жизнь мне изменилась. Мы работали вместе, я застал момент, когда он туда, у нас такой разговор даже на парковке состоялся, он говорит такой, слушай, ну вот предлагают, что думаешь? Я говорю, конечно, надо, ну типа надо, ну если ты не будешь жалеть, да, там, если проиграете, вернешься, ну там, мы что-то придумаем дальше. Что он теперь на парковке тебе говорит? Ну мы сейчас, мы сейчас очень мало, я сейчас, ну это Михаил Альбертович Федоров, который министр цифровой трансформации, я огромным уважаю, я стараюсь вообще минимально его трогать, потому что, когда люди несколько путают, да, там, уже не может быть понебратства, да. Я его очень уважаю как, ну, профессионала и уважаю как человека, его время личное, да. Я ни в коем случае не хочу, я могу представить, сколько к нему сыпется запросов, я не хочу быть одним из тех, которые попадают в бан потом, да, то есть не хочу. Я в маркетинге уже лет 7, начал я с контента, я работал на сайте Кедр.ком, писал обзоры техники, снимался в видеоблогах, в видеообзорах, потом меня оттуда тогдашний маркетинг-директор привата пригласил на работу в приват, писать статьи, собственно, на IT-тематику, про продукты привата, про процесс разработки, про там всякие эти истории. И я постепенно из этого вырос, вышел и там пошел в проект приват-маркет к Диме до билету. Сначала мы там делали свой детский интернет-магазин, прямо сидя в приват-банке мы продавали подгузники. Значит, мы с Димой, тогда я ездил на дедушкином опеле Омега 98-го года, и мы как бы с нынешним министром кабинета министров доставляли наши первые подгузники до клиента прямо в квартиру. Дима был, как бы звонил в дверь, говорил, добрый день. Вот ваш заказ. Да, вот ваш заказ. Потом я стал замом Димы до билета, и когда ты зам Димы до билета, на тебя валятся вопросы абсолютно с разных точек банка, вот, и тебе приходится искать на них ответы, и это как бы сильно расширяет. Как тебе кажется, он сейчас на своем месте? Я думаю, что супер на своем месте. Вышел из бизнеса полностью? Да. И изо всех? Ну, то есть, Monobank, Smart S? Да. Как основные? Да. Ты сейчас гость здесь? Я здесь кофаундер. Кофаундер – это же не обязательно совладелец. Раньше-то я просто здесь постоянно был, потому что у нас в Киеве офиса не было. Вот. А сейчас, да, могу просто сюда прийти, не знаю, там, позавтракать, позаниматься спортом, почитать книгу, чтобы хоть как-то переключиться. И люди по-другому как-то относятся к тебе? Подходят ли? Вроде нет. Нет. Ну, мне кажется, самое важное, что я к себе не стал по-другому относиться. Потому что у меня такое впечатление, что может быть такое, что ты, попадая в какие-то вот эти высокие кабинеты, там, начинаешь к себе. По-другому относиться. Соответственно, реальность вокруг тоже меняется. Меня власть как власть, меня лично не интересует. Меня интересует возможность создавать новое, а я думаю, что как маркетолог или как инвестор я этого сделать могу больше. Работать с государством мне нравится. Я люблю делать классные государственные проекты. Но это все равно, как правило, коллаборация государства. Мы какие-то доноры, там, еще какие-то подрядчики. Бренд Винницы, бренд Дия для проекта Держава в смартфоне, Ощадбанк, Центр Готова, Киевский зоопарк. Это все государственные проекты. И круто, когда ты можешь сделать ченч чего-то большого, да, то есть, которое будет действительно влиять на жизни людей. То есть, у меня потребность в каком-то, не знаю, там, статусе, да, то есть, скажем так, она удовлетворена. А то, что я возьму визитку, не знаю, там, заместник губернатора Житомирской области, ну, то есть, я считаю, что для меня это будет шаг вниз. Ты думаешь, эти ребята пошли за статусом туда, дубилет? Ну, смотри, дубилет, молодец. Есть такая пословица, у каждого Абрама своя программа. Да. И дальше есть две стратегии. Или это стратегия самопожертвования в определенном смысле, да, то есть, когда ты говоришь, окей, я пожертвую одним, двумя, тремя, четырьмя годами своей жизни в борьбе с гидрой. Я деньги свои уже заработал или, там, заработаю, там, где-то там еще, но я буду сражаться с гидрой и, возможно, нанесу какой-то, там, важный удар. Я просто к этому не готов. Свобода, конечно, гораздо меньше. Ну, то есть, во-первых, у меня появился начальник. Так. Это фактор, на самом деле. И как тебе эта роль? Ну, я имею в виду вот это... Ну, это новый жанр. Это то, к чему нужно привыкать, на самом деле. Это то, к чему нужно привыкать. С другой стороны, конечно, нагрузки стало просто колоссальное количество гораздо... Ну, это одна из причин, почему я пришел туда идти, потому что я постоянно последний год чувствовал себя недозагруженным, если честно. Ну, здесь этой проблемы, мягко говоря, вообще нету. Ну, я не чувствую, там, сумасшедшего перегруза, там, не сижу, там, до полной ночи на работе. Как Дима Дубилет тут? Ну, не знаю. У меня просто достаточно организованный процесс, мне кажется так. То есть, мы здесь построили организационную структуру, как в бизнесе, четко. У нас есть определенные конкретные цели, за каждой целью закреплен заместитель, он декомпозирует цели на подзадачи, и за каждой подзадачей или подпроектом закреплен человек в его департаменте. То есть, достаточно понятная управляемая ситуация, у меня есть регулярный менеджмент с сотрудниками, есть личные встречи с каждым из замов раз в неделю. Мы смотрим его достижения, победы, проблемы для синхронизации. Есть регулярная встреча каждую пятницу со всеми замами, общая, для того, чтобы они между собой синхронизировались. Регулярный, понятный менеджмент. Раньше его здесь не было. Вот я общался с девушками, которые, ну, вы заходили и видели, да, секретари, которые в приемной работают. Они работали при предыдущем министре, там, не буду говорить конкретно, каком, но он приезжал на работу в 3 часа дня, а уезжал там в час в 2 ночи. Не ожидаемо, что произойдет завтра, во сколько он приедет. А так они полностью ведут мой гугл-календарь, они, только они фиксируют встречи в моем гугл-календаре, они четко знают мое расписание, они могут прогнозировать даже какое-то свое время, исходя из моей загрузки. Достаточно все прогнозируемо и управляемо. Вот очень многие люди, которые дуэры, которые вышли из бизнеса, они не могут усидеть в парламенте, потому что парламент это какая-то такая, ну, история, ты что-то принял, ты, как бы, с одной стороны, круто, ты можешь любые правила игры поменять в этой стране, да, но они отразятся в жизни, ну, на улице ты это увидишь через некий период с длинным временным лагом. Это людей расстраивает, потому что дуэры привыкли, там, вот, что-то сегодня сделал, завтра увидел, да, и оно там, ну, погружает людей в такой когнитивный диссонанс. Правила бизнеса работают? Нет, потому что в менеджменте обычном у тебя что, у тебя есть мотивация и демотивация, то есть у тебя кнут и пряник. Ты говоришь, вот, чувак, вот тебе ты работаешь, вот тебе бонус или зарплата или что-то, и если не будешь работать, я у тебя ее заберу, да, а здесь этого нет. Нет. Тут у тебя нет, тебе нужно смотреть, это люди не сотрудники. Вот самая большая ошибка, я ее сам, как бы, в какой-то момент, ну, допускал тоже. Здесь нужно воспринимать, что это, тебе нужно координировать группу свободных людей, но так, чтобы они всегда ощущали, что вместе это лучше, чем поодиночке. То есть у тебя нет на них прямых речебов влияния? Конечно, я не могу его, там, оштрафовать, отлучить, снять, ну, ничего не могу этого понимать. Ну, соответственно... И они это же понимают хорошо. У меня же есть 15 замов, мы же попробовали это сделать для того, чтобы, ну, группу по 15 человек разбить. Как в Амазоне? Маленькие эти? Да, чтобы это было как микрофракции. И они у себя создают микроклимат, ходят вместе, там, где-то там, ужинают, там, и так далее. Ну, там создают микрокоманды. Ты делаешь деловой клуб? Ну, по сути, да. Бизнес-клуб. Да, ну, бизнес, они же не бизнесом занимаются. Ну, аналог. Аналог, да. Да, и это работает. Ну, потому что в бизнес-клубе, это не сотрудники твои, ты не можешь, да? Ну, там надо выработать внутренние правила игры, микроклимат какой-то. И вот из-за того, что этот микроклимат держится, пока он держится, это объединяет людей. Как только разваливается, развалится. И конфликты обычно решаются путем, так называемого, товарищеского суда. То есть, ты берешь арбитром, вот у меня с тобой конфликт, мы пошли, наши же ребят посадили. Ребят, вот такая претензия друг к другу, вот такие-то, давайте будем это как-то, ну, распетливать. Ну, давай так. Какой нормальный человек сейчас вот в это все залезет, начнет это, таскать каштаны из-за... Ну, на кураже можно разве что. Ну, на кураже, да, под наркотой, да, там, или еще по чем-нибудь, ну, как бы, ну, это, ну, это очень жестко. Я вот даже смотрю, ну, ты же видишь, вот смотри, первый год президента, да, как он выглядит, а второй год президента, как он выглядит. Посмотри на Кличко, он же посидел мгновенно просто, а они плохо стали выглядеть, а это самопожертвование. С одной стороны, я действительно кайфую, потому что те проекты, которыми я занимаюсь, мне они безумно нравятся, потому что я вижу, что это может иметь крутой эффект на общество, на качество жизни в Украине и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, стресса, конечно, стало гораздо больше. Просто вот ты постоянно находишься в этом стрессе, это, ну, это очень новая водная для меня. То есть, я, ну, я никогда в таком количестве стресса не был. Два с половиной месяца я работаю, и фактически каждый день ты в таком, знаешь, что ты внутри вот так прямо вот так засасываешь, ты прямо чувствуешь, как ты не можешь. Вот. Ну, это, судя по всему, такая какая-то новая константа, что ли, по сравнению с тем, что было в бизнесе. В бизнесе, конечно, стресс тоже был. То есть, конечно же, там и в монобанке, и в нашем британском проекте периодически возникает ситуация, когда ты переживаешь, когда ты не понимаешь, как поступить. Вот. Но там это было, условно говоря, раз в неделю, а тут это раз в час. Поэтому, да, это отличие. Как с этим работаешь? Да, этот... Ходил к психологу уже? Нет, но я недавно себе скачал это приложение для медитации. Так. Вот. Я периодически, когда совсем хреново, я прошу, дайте мне 10 минут, я закрываюсь, и этот, в течение 10 минут слушаю это приложение. Кстати, чуть помогает. Как называется? Headspace. Headspace. Там какая-то музыка или что? Какие-то мантры? Там музыка и такой спокойный голос, там, говорит, о чем тебе сейчас нужно думать, на чем конструироваться. То есть, оно как-то работает. Какие законы принимают? А, ты не законы принимаешь. Да. Кстати, был этот... У Пелевина был такой роман, когда они встроили, по-моему, через дантиста, какому-то американскому президенту колонку маленькую и сделали вид, что это бог с ним говорит, и таким образом влияли на то, какие он решения принимает. Видишь, Пелевин вообще такой интересный чувак. Многие вещи, о которых он писал... Они от любимых писателей. На самом деле, я в какой-то момент даже, ну, там, себя ощущал сильно подвешенным с точки зрения того, что, может, это неправильно. Я закоммитился на роль, которую я, в общем-то, не в состоянии выполнить. Ну, и, в общем-то, единственное, что меня удержало, я понял, что нет ни одного человека, кто ее в состоянии выполнить. Поэтому надо просто пробовать, и методом пробы и ошибок достигать результата. Я же хочу, вот я инициировал изменения в регламент, потому что ты сидишь, смотри, ты 20 раз за день должен нажать кнопку, сидишь в невентилируемом помещении 10-15 часов и просто, ну, охреневаешь этого крика. Они же там орут, вопят, там, и это никак не влияет. Самое страшное в этом истории, что то, что они говорят, никак не влияет на твою позицию по голосованию. И никогда и не влияло. Ну, это страшно просто. То есть, как бы, вот, находиться там предпринимателю страшно. Ты все время на негативных эмоциях, если я правильно понимаю. Ты говорил, вот... Мне даже жена говорила, перестала улыбаться. Но я не перестал, я там, как бы, посмеиваясь. Ты говорил, что ты ходил к психологу или коучу? К коучу ходил, да. Ну, я ходил для того, чтобы понять, как вообще, какую модель вот этого поведения можно правильно выбрать. Для того, чтобы, а, не находиться в состоянии постоянной депрессии, б, выполнять эффективно вот эту мою коммуникационную роль. Ну, то есть, когда коммуникатор, ты на позитиве, это же одна история. Конечно. Когда ты на негативе, это была история. Они и так грустные, без тебя. Они и так сами на негативе, да. Ты еще его мультиплицируешь, и они вообще застрелятся вот тут. Ну, и, как бы, смотри, никакого там секретного соуса мне никто не посоветовал. Просто, когда ты выговорился, кому ты это рассказал, в целом, да, посоветовал. Он говорит, а какие модели были до этого, а что работало, что не работало. Как-то я там чуть-чуть, так сказать, разгрузился. У меня было очень смешное дело, Александр Альдимович. В общем, ну, я совсем, то есть, ты очень строго одет, по сравнению с тем, как я приходил. Вот, реально, я приходил, вот, вообще, как распиздяй. Ну, совсем расслабленный пару раз. И так получилось, что это была встреча с очень-очень важным, ну, я не знал, она случайно произошла, с очень важным потенциальным инвестором. А так и Виталию Владимировичу, ну, то есть, разного уровня мировые политики приходят. И когда в очередной раз я пришел вот такой, он, наверное, посмотрел и сказал, у меня маленькая просьба, ну, вот, рубашку хотя бы и иногда пиджак. Мне джинсы типа, кроссовки, ну, вот, я ему пообещал, что я буду стараться. Да, я стараюсь, честно, искренне. Человек, который привык раньше, действительно, как ты, там, футболочка, ну, пиджачок, может быть, кроссовки, джинсы. А сейчас ты это все-таки себя контролируешь? Вообще, дресс-код у вас обсуждается как? Нет, дресс-код не обсуждается. Ну, то есть, я понимаю, что чуть-чуть более формально пытаюсь одеваться, но не ощущается, потому что я так и не обновил себе гардероб после того, как вдруг переехал в Кабмин. Поэтому приходится пользоваться той же одеждой, в которой я ходил до этого. Иногда я понимаю даже, что, наверное, я где-то могу хватануть лишнего. Вот, например, недавно у нас было голосование бюджета в парламенте. А так получилось, что мы еще не были уверены, типа, мы всем Кабмином пойдем на это голосование или не всем. И я как-то что-то с утра очень сильно спешил и оделся, черти как. Надел футболку, на нее пиджак, джинсы, потому что я не предполагал, что я буду выходить из своего кабинета. Думал, у меня весь день будут внутренние встречи. И знаешь, такому случится, что мы пошли в парламент в этот день на голосование бюджета. И два дня после этого весь интернет обсуждает о том, что как вообще Дубилет смел прийти в парламент, такое неуважение к институту власти. И на самом деле я понимаю, что я тут немножко упустил. Но в остальном я считаю, что вообще наоборот Кабмину нужно быть во многих вещах проще. Многие бизнес-процессы, они могут быть усложнены не потому, что этого требует логика, а потому что, ну как же, это же Кабмин, тут должно быть все сложно по определению. А я когда одеваю какой-то брюки, которые меня стягивают, и там рубашку, которая там, не знаю, мне некомфортна, я себя чувствую другим человеком. Немножко бесит это все, знаешь, крутит вот так все. Вот не мое это все, как бы, ну не нравится мне. Ну люди мне говорили о том, что ты что, типа, ты обесцениваешь там институт власти, ты же, тебя же чиновники будут на встречах не труситься, понимаешь, с тобой. Я приехал с Министерства финансов, слушай, я в шоке от их айтишников. Эти айтишники, я не знаю, если бы они занимались бизнес-проектами, капитализировались бы за большие деньги. Реально максимально толковые ребята, которые решают глобальные проблемы, и это здорово. И не нужно, чтобы они трусились на встрече с тобой. О том, что люди в системе, они начинают понимать, и что статус, ну типа, это всего лишь статус, важно, чтобы ими управляли компетентные люди, лидеры там и так далее. И вот я говорю о тех процессах, которые навсегда меняются. Не смогут они потом воспринимать какого-то ставленникова, потому что он сват-брат, пришел сюда и говорит, такой, будем все дирижитализировать, например. Они его пошлют нахрен через там три дня. Ну вот это вот меняется, это очень важно. Марина, у меня мнение такое. Люди уже не имеют права отступить, они либо обосрутся, и это на всю жизнь, или будут красавчиками, улучшат, и станет как бы рост в стране там и так далее, и они станут со-родителями успеха. Либо они будут со-родителями неудачи. Мне кажется, это самая сильная мотивация, потому что ты уже, ну нет у тебя, ты не можешь сказать, ой, я тут попробовал, не прокатило, пошел себе заниматься. Своими делами. Ты планируешь вернуться в бизнес? Я не знаю теперь, смотри, вот я уже над этим тоже размышлял. Могу ли я? Спустя пять лет? Спустя пять лет, во-первых, мы же в IT, да, в IT это пять лет пропустить в IT, это... Все, да? Ну это обыкновенно. Ты успеваешь читать новости? Какие новости? Слушай, я не читаю, я почту, раньше я почту проверял каждые пять минут. И то есть возврат к бизнесу, я пока не понимаю, какой буду, наверное, да, конечно, я ментально все равно остался предпринимателем, да, но каким бизнесом, наверное, не буду заниматься, наверное, тем бизнесом, который был, каким-то буду бизнесом заниматься, уже масштаб другой. Я сейчас имею право заниматься предпринимательством, я консультирую различные компании, большого национального масштаба. Сколько стоит консультация? Очень дорого. Приблизительно 500 долларов в час. Да это недорого, в общем-то, и у нас есть богатые подписчики просто. По каким вопросам можно с нами проконсультироваться? По любому вопросу можно консультироваться, да. Ну то есть получается 5000 долларов в день, если это консультация, если вдруг вам интересно. Солоней. Да, то есть 10 часов, вот я недавно слетал на одну консультацию, в субботу отработал, интересный проект у людей, и вот они получили такой витамин мудрости от меня, и сейчас хотят еще. Я таким образом зарабатываю в белую. Ну смотри, я пока в этом вообще не думаю, а каким бы проектом бы я после этого занялся. То есть я понимаю, что еще мое мышление сильно изменится за эти года. Наверняка я познакомлюсь с большим количеством людей, увижу новые какие-то проекты. У меня есть возможность сейчас знакомиться с очень классными людьми, общаться. И поэтому я пока нахожусь в таком состоянии, когда сфокусирован на конкретных задачах, и честно об этом не думаю. Важно себя планировать на 5 лет, и с уверенностью как таран идти к этой цели. Но с другой стороны всегда нужно быть гибким. Если вдруг цель поменялась, с такой же уверенностью разворачиваться и идти туда. У нас был класс с физико-математическим уклоном. Я был двоечником в классе. Ну ладно, троечником, хорошо. И у нас там были все победители олимпиад, по физике, по математике. Все супер-супер умные ребята. Дима был среди них. И у нас, например, было дополнительное занятие по физике после школы. Добровольные. Вот ты в детстве пошел? Нет, ни в коем случае. И я не ходил, а Дима ходил. Дима ходил. Молодец. Как ему это помогло? Он теперь министр. А мы с тобой где? Коктейльчики пьем. Коктейльчики пьем. Самое ключевое, что мы изменили, мы принесли сюда более-менее качественный менеджмент. Вот этого не хватало всегда в государстве. Это номер один. Все было на ручном управлении. Все министры были постоянно. Их команды, они жили просто в сумасшедшей операционке. Они из-за того, что многие из них попадали в политику из-за каких-то своих связей, из-за того, что им хотелось какие-то реализовать амбиции. А мы все в основном пришли, не ожидая этого. Мы занимались своим делом, развивались сами для себя, для своих семей, для клиентов наших продуктов. И потом мы попали сюда. Поэтому ключевое, что мы принесли сюда, это помимо ценностей и другого качества взглядов на жизнь, это системный менеджмент. И это позволяет нам работать сразу над большим количеством проектов, четко понимать KPI, к которым мы стремимся, и получать измеряемый результат. Вот это, наверное, самое ключевое и самое главное. Самое сложное, наверное, это все мечтают, чтобы это развалилось. Монокоалиция. Все за пределами. Да, врагов огромное количество. И я поначалу, я же вообще такой, ну, в общем-то, открытый и доверчивый. И мне самый большой челлендж, это перестать людям доверять. Мне это вообще так трудно, когда тебе подходит человек, глаза что-то говорит, жмет руку, а потом делает с точностью наоборот. В бизнесе это очень редко. Ты обычно в бизнесе, ну, пользуясь вот этой своей свободой бизнесмена, ты просто не имеешь дела с плохими людьми. Ты их там с окружения убираешь своего, и у тебя, в общем-то... Ты сам их выбираешь, этих ты не можешь выбрать. А тут тебе как бы вот надо в парламенте общаться с теми, кто есть. Ну, ты говорил, что раньше ты в этих людей бы кирпич кинул. Да, а теперь я с ними должен говорить, договариваться о чем-то. Это вообще, ну, это супер сильно челленджет. Друзья, это еще не все. Мы записали для вас целый сезон 8 интервью с топовыми спикерами. Многих из них вы сегодня уже видели, и я бы очень хотел показать их вам. Но вот сейчас очень важно. Дело в том, что YouTube не очень любит тех, кто долгое время ничего не выкладывал на своем канале. А мы как раз такие. Мы несколько месяцев не публиковали свежие видео, и, конечно, алгоритмы сейчас работают против нас. И здесь нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, покажите YouTube, что это действительно так. Поставьте лайк, напишите комментарий вот под этим видео, что вам понравилось, что не понравилось, чьи позиции вы согласны или нет. Это действительно будет очень полезно для нас, чтобы вернуть, так говорится, былое внимание наших подписчиков и новых зрителей. И самое большое, самое важное, что вы можете для нас сделать, это поделиться этим видео в социальных сетях. Отправьте ссылку другу, если вам понравился этот сюжет. Сделайте, в общем, репост, сделайте share, расскажите об этом ролике как можно большему количеству людей. Мы будем действительно очень признательны вам за это. Сейчас вам покажу трейлер нового сезона. Обязательно досмотрите до конца, вы точно не захотите это пропустить. Ну а когда все закончится, взгляните также на наш сервис экспресс-франшиза. Ссылочку я оставлю в описании. С его помощью можно создавать франшизу и масштабировать свой бизнес за 5 дней. Это новый революционный сервис от нашей команды, над которым мы работали в последнее время. Увидимся! Когда пришел Виталий, мы очень ждали, где же эти все творческие решения, где этот удобный транспорт, где же это метро на Троещину, велики на прокат, вот эти, да, городские. Ну где это все? Где вот за это все время это fucking появилось? Вот я супер недоволен, пока он мэр. А вот когда мне из администрации президента Порошенко звонили и сказали, что вы там поплюжать державность, блядь, вы знущаетесь. Я ты кто? Ты кто? Вы сейчас стартап политический. Ну можно так назвать. Я немножко удерживаюсь от этого, понимаешь, очень плохо, если ты просто простой житель и не можешь влиять на уйдешь по улице и не хочется тебе жить в стартапе. Люди хотят там стабильности, хотят предсказуемости, хотят предиктивность какой-то. Бизнес, понятное дело, хочет на 5 лет вперед понимать какие правила и так далее. Большому сожалению, мы пока не готовы им дать видение так, как привык бизнесмен, как привык я в бизнесе. Я знаю, ты не любишь личные вопросы, но ты сам в июле сделал этот пост в инстаграме, объявил о том, что ты разводишься с Катей, а потом через месяц ты сказал, что идешь в политику. Я почему-то эти вещи связал, насколько я был неправ в этом. Сейчас пойдет, ну все, сейчас мы же либо сгорим, либо у меня получится коктейль. Смотри, значит. Слушай, ну крепко. Крепко. Крепко? Крепко. 45,5 суммарно, да? Ну это если я ничего не напутал. Мне, кстати, ни одного неудобного не задал. Ну... А ну задай. Давай. Давай, неудобный вопрос. Ты дрочишь? Это классическая история. Ты машинист паровоза, который отказали тормоза. Ты летишь, ты не можешь ничего сделать. Пять человек на рельсах находятся по каким-то причинам. Ну, так. Спят, например. Например, спят. Единственная возможность, которая есть, это переключить рельсы, чтобы уйти на другой путь. А там девочка, например, одна, маленькая, лежит. Уйтично ли сделать этот моральный выбор? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова